Коллеги, добрый день. Прошу сообщить, как меня слышно-видно. Отлично, спасибо. Значит, видно и слышно меня условно достаточно. Итак, коллеги, рад вас приветствовать. Сегодняшняя тема вебинара – технологическое проектирование склада. Вебинар должен был состояться 28 февраля. По техническим причинам, к сожалению, не состоялся. И сегодня все-таки мы выходим в эфир и рассказываем ту тему, которую запланировали. Итак, еще раз всем добрый день. Меня зовут Александр Курбаков. Я являюсь руководителем проектов компании Axelot Consult. Сегодня займу ваших 40 минут. 5 минут – это вводная часть, которая уже идет. 30 минут – непосредственно сам вебинар. И 5 минут – ответы на вопросы. Компания Axelot. Компания Axelot, как вы знаете, занимается автоматизацией складской логистики, транспортной логистики, автоматизацией управления складских терминальных контейнерных терминалов. Также одно из направлений компании Axelot – это техническое сопровождение. Это стеллажное оборудование, это техника, это все оборудование, касающееся непосредственно ВМС, то есть терминал сбора данных и так далее. Я представляю сегодня направление компании Axelot, которая занимается консалтингом. В чем же занимается консалтинг внутри компании Axelot? Компания Axelot уже 24 года на рынке. 12 лет компания занимает лидерские позиции по внедрению ВМС на российском рынке. Также уже в 16 странах мы присутствуем. Ну и важное дополнение к сегодняшнему вебинару, что каждый пятый проект внедрения ВМС проходит с консалтингом, то есть с участием моей команды. Сегодня я успею рассказать общую информацию, что такое технологическое проектирование, его цель, в каких случаях необходимо его проводить, и каковы эффекты от его реализации. Также сегодня успею затронуть первый этап технологического проектирования, его сроки. 11 марта, извиняюсь, 15 марта будет вторая часть вебинара, на которой я расскажу про второй и третий этапы технологического проектирования. Также продемонстрирую итоговые документы, которые мы формируем по итогам проекта. И расскажу о примерах проектов и ограничениях в этих проектах. Итак, первая часть. Что же такое технологическое проектирование вообще? Существуют разные определения, но больше всего, на мой взгляд, отражение находит формулировка, что это создание высокоэффективного склада с правильной вместимостью, необходимой пропускной способностью, с оптимальными операционными капитальными затратами, и при этом с оптимальным количеством персонала, задействованного на всех операциях. Ну и правильно спроектированный склад – это склад, являющийся вашим конкурентным преимуществом, то есть конкурентным преимуществом вашей компании. В каких случаях у нас есть работа? В каких случаях мы оказываем консалтинг, делаем технологический проект? Ну, в первую очередь, и самое важное, наиболее часто встречающиеся эпизоды нашего привлечения – это строительство нового склада. Когда уже из арендованных площадей компания вырастает, когда уже существующего класса и существующего здания складского уже недостаточно, компания задумывается о строительстве собственных складских помещений, и эти помещения должны быть оптимальны именно под этот товар, под этот товарный поток, под эту финансовую возможность компании, под этот оборот товаров. То есть индивидуально спроектированный склад при строительстве дает очень высокие конкурентные преимущества и по качеству предоставления товаров клиентам, и по скорости их предоставления, и по циклу заказа. То есть это уже не просто помещение, в котором лежит продукция, это уже именно инструмент грузообработки для компаний. Также, когда склад переезжает с места на место, расширяется, либо просто меняет дислокацию, тоже есть смысл, и в этом случае к нашим услугам прибегают компании, понять, а как же правильно расставить стеллажи, а как же правильно рассчитать зоны, а вот при условии именно такого количества доков, а какие сделать входящими и выходящими, и так далее, и так далее. Также, когда склады, при слиянии складов, мы оказываем услуги консалтинга. Когда компания задумается об автоматизации процессов, то есть непосредственно перед внедрением ВМС, мы оказываем наши услуги по консалтингу. Что такое ВМС? ВМС – это вообще фиксирование и неуклонное следование тем алгоритмам, которые записаны, прописаны в программе. Программа по-другому, нежели в ней записаны эти действия, не позволит работать. Так вот, если эти действия, записанные в программу, не являются максимально эффективными, то, тем не менее, программа все равно не позволит от них отступать, и эти неэффективные действия будут программой соблюдаться. Так вот, перед тем, как в программу вписать правильные алгоритмы, правильную последовательность, правильные технологии, их необходимо определить, их правильность, их прописать, и именно их уже закладывать в автоматизацию. Также к нашим услугам прибегают, когда необходимо компании проверить как минимум, как максимум еще и выйти на более высокие показатели эффективности, более высокие показатели производительности, более высокие показатели качества. Качество для клиента – это вовремя, это нужный товар с необходимым качеством. Я имею в виду качество именно самого товара. Но если говорить о качестве логистики, то это, конечно же, своя временность, это, конечно же, точность и полнота выполнения заказа. Так вот, когда у компании, у руководства есть предположение, что чаще это предположение у отдела маркетинга возникает, но если оно вдруг есть, то для того, чтобы понять, насколько вообще эффективно работает склад, насколько можно поднять эти показатели, улучшить свое состояние перед потребителем, то мы оказываем подобный консалтинг и рассчитываем эти показатели, говорим, как сделать можно лучше. Ну и контроль операционных расходов. Это все туда же, это все в ту же тему. Поэтому в этом случае у нас есть работа, в этом случае мы производим разного уровня проекты. Могут быть проекты по аудиту, по какому-то целевому, узконаправленному, но могут быть и технологические проекты, так скажем, полномасштабные, которые охватывают все сферы. И геометрию склада, и TPI сотрудников, и стеллажную систему, расчет ее, и зон, и так далее, и так далее. Итак, сегодня мы поговорим именно о технологическом проектировании склада. Кто обычно делает, может делать подобные проекты. Иногда компания прибегает к услугам внутренних резервов и озадачивается руководитель склада или директор по логистике подобным проектам. Отличный вариант. Компания использует внутренний резерв, сотрудник обладает необходимыми компетенциями, но, к сожалению, крайне редко у сотрудника есть время на то, чтобы глубоко проанализировать все цифровые данные, глубоко разобраться в ограничениях, которые есть, на его взгляд, у компании, у склада, у товара оборота. И вот именно субъективизм сотрудника, который делает для себя проект, он, как правило, является сложно преодолимой преградой. То есть субъективизм – это единственное, чего нам очень сложно преодолеть. Поэтому отсутствие второго мнения у руководителя склада, отсутствие времени на то, чтобы с кем-то пообсуждать, с кем-то, у кого-то идеи новые услышать, вот эти фрагменты, что ли, да, отсутствующие, они как раз могут нанести, скажем так, урон эффективности проекта. Строительная организация иногда берется за проектирование склада. Однако строительная организация чаще занимается именно архитектурным проектированием и опытов технологии складской логистики у нее мало. Поэтому тоже проекты не всегда получаются максимально эффективными для конкретно этой компании с конкретно этим товарооборотом. Также поставщики-производители стеллажей берутся рассчитывать. Однако чаще эти компании скованы ассортиментом своего портфеля и предложить что-то шире, больше, выше, что ли, да, оптимальнее именно для этого товара уже довольно сложно. Мы же занимаемся независимой экспертизой. Мы делаем точный расчет складских технологий, обоснование расходов и профессиональный взгляд извне. В среднем мы в месяц отрабатываем не менее чем шесть проектов. В каждом проекте мы разрабатываем не менее чем шесть разных концептов и общаемся не только внутри своего коллектива, то есть мы регулярно общаемся с заказчиками, да, с их товарами, с их оборудованием и так далее, и так далее. То есть, скажем так, уровни знаний, да, или есть такой термин, насмотренности, ну, у нас довольно высокий, поэтому мы чаще, быстрее понимаем, что для компании более оптимально и меньше времени тратим на расчеты именно ненужных, да, а не оптимальных систем. Поэтому мы себя больше к независимой экспертизе причисляем, да, именно к широте взглядов. Что же мы делаем в проекте? Анализируем материальные потоки запаса, разрабатываем оптимальные способы обработки заказов, оцениваем капекс-опекс из, как минимум, двух концепций, их оцениваем через капекс-опекс, сравниваем несколько концепций. Кроме цифровых финансовых, да, затрат, мы также и релевантность той или иной системы, той или иной технологии, и востребованность именно к этому товару, к этому товарообороту. Мы, конечно же, тоже оцениваем. Ну и детально рассчитываем необходимое количество персонала, техники и другого оборудования. Какие же эффекты получает заказчик после того, как мы проводим технологическое проектирование склада? Добивается обеспечения целевой вместимости и пропускной способности склада. То есть, есть у заказчика целевая модель. Он говорит, через три года мои товары будут вот с такой-то частотой оборачиваться, такими-то товарами я буду эту оборачиваемость обеспечивать. Вот так-то мы будем запасами управлять. И вот именно под эти целевые все требования, склад, который мы проектируем, он как раз своей начинкой, что ли, да, внутренней, своими операциями будет соответствовать требованиям будущего, требованиям бизнеса в будущем. Также снижение операционных затрат, если речь идет вообще о текущих затратах, да, и о снижении их. Также эффект – это оптимальная стоимость обработки грузопотока, сокращение ненужных активностей, ну и, конечно же, обязательно достижение целевого уровня сервиса. То есть вот эти эффекты по итогам реализованного технологического проекта у заказчика появляются. Сегодня немного через другую призму хотел бы рассказать о нашем проектировании. Это не буду рассказывать детально о том, какой ход, какие документы собирать, как цифры обрабатывать, что такое FMR-анализ, то есть не об этом речь пойдет. Речь пойдет о ограничениях. Ограничения у компании, у склада, у человека, у техники есть всегда. Поэтому если говорят, что ограничений нет, у нас был такой заказчик, да, и говорит, вот у нас пятно контакта, пятно застройки, извиняюсь, и в этом пятно, ну, все, что хотите, можете строить. Не важно, какие будут габариты, не важно, какой товар и так далее, и так далее. Это значит, что просто отсутствует понимание, что эти ограничения есть. Через выявление ограничений, через выявление условий именно этого товара, его габаритов, его веса, его оборачиваемости, его возможности механизировать те или иные операции. Вот именно выявление этих ограничений и есть, скажем так, основная призма, по которой я сегодня буду рассказывать о технологическом проектировании. То есть ограничения, в принципе, это определенность и ясность будущей целевой модели. И чем больше собрано и верифицировано и проверено вот этих условий, тем точнее, правильнее, детальнее итоги проекта и тем большее конкурентное преимущество получает компания от реализации этого проекта. Еще ограничения – это отправная точка, двигатель развития по-другому. Если эти ограничения есть, но у других компаний из этой же отрасли эти ограничения каким-то образом нивелированы, устранены, то, значит, устранив у этой компании эти ограничения, компания получает доступ до более эффективных операций складских. То есть при выявлении тех самых ограничений их можно верифицировать, их можно снимать и тем самым еще расширять возможности компании. Какие же, в принципе, пока, да, в первом приближении могут быть виды ограничений? Ну, это финансовые и рыночные, то есть доступность до финансов у компаний. Это геометрические ограничения, ну, то самое пятно застройки, оно может быть 6 гектар, может быть 1 гектар, может быть 20 гектар. Ограничения пятна застройки также могут быть не только площадью продиктованы, они могут быть продиктованы газопроводом, который недалеко проходит, постройками соседними, да, которые тоже накладывают определенные требования на отступы. Линия электропередач тоже несет в себе определенные отступы и требования к этим отступам. Поэтому вот ограничения пятна застройки, как минимум, да, вот такие уже носят. Временные ограничения. Кто-то из заказчиков говорит, я хочу склад построить через 3 года, и хочу, чтобы он через 3 года вот опирался на вот такие-то целевые показатели. А кто-то говорит, нет-нет-нет, мне нужно за полгода все реализовать, поэтому там ожидать долгой поставки там высокотехнологичных современных систем не могу, поэтому давайте будем ускоряться во времени и более доступным оборудованием. То есть тоже это определенные ограничения, определенные критерии и требования. О субъективных ограничениях уже пару слов сказал. Это единственное, через что нам самостоятельно не перешагнуть. И, к сожалению, мы сталкиваемся именно с субъективными ограничениями чаще всего. То есть субъективные ограничения, они даже чаще встречаются, чем финансовые. Кто-то из заказчиков слышал, что у его товарища есть негативный опыт работы с какой-то системой. И навеки вечно эта система субъективно у человека ассоциируется с чем-то неэффективным, неправильным, неработающим. Причем, к сожалению, заказчик не берет, не всегда берет в расчет. Я сейчас, кстати, не говорю о только собственниках бизнеса. Я говорю и о директорах по логистике, я говорю и о руководителях складов. Если кто-то где-то увидел у знакомого какое-то оборудование, работающее с одним типом товаров, на одной функции, и кто-то сказал, да вот чего-то оно тут не так. Это чего-то не так автоматически почему-то субъективно накладывается на это оборудование, работающее даже и в других условиях с другим товаром. То есть вот эти важные вещи мы диагностируем, мы обязательно рассказываем, объясняем и стараемся от субъективных ограничений как можно дальше, что ли, отходить. Именно для этого у нас и есть капекс-опекс, который еще и в цифрах рассказывает, что может быть более эффективно, что менее. Объективные ограничения. Ну, мы с вами понимаем, что штучный отбор товаров не может производиться палетами, то есть там или с 12, извиняюсь, с 7 яруса, да, с 12 метров рич-трака. То есть вот такие ограничения по товародвижению, ограничения по габаритности товара, ограничения по его весу, площади занимаемой. Это вот именно объективные ограничения, которые необходимо брать в оборот, в расчет при технологическом проектировании. Также есть внешние ограничения, есть внутренние ограничения. Ну, как правило, внешние, о которых я говорил, это там государственными органами, да, могут накладываться ограничения какими-то энергетическими компаниями, да, вот по линии электропередач. Внутренние ограничения, ну, чаще это финансовые, это субъективные ограничения, это ограничения временные. Вот, то есть именно через призму ограничений, через призму условий и будет сегодняшний вебинар. Итак, если говорить еще, ограничения это факторы или элементы, определяющие предел результатов деятельности системы. Еще одно из определений ограничения, это то, что при правильном управлении поднимет всю систему на новый уровень. То есть если эти ограничения правильно ими управлять, если о них знать или, может быть, даже от них избавиться, то можно и всю систему, весь склад, всю компанию на принципиально иной уровень поднять. Итак, этапы и сроки проекта, технологического проектирования склада. Вообще, что такое проект? Это проекция текущего состояния через призму плановых тенденций и существующих технологий на целевое состояние. Я здесь специально выделил красным текущие и плановые тенденции, потому что сегодня именно о текущем состоянии и плановых тенденциях мы будем говорить. Во-первых. Во-вторых, именно эти два из четырех тезисов, то есть 50% этих тезисов, они скрыты в первом этапе. Сейчас чуть поподробнее об этапах. Сам технологический проект состоит из, как правило, четырех этапов. На первом этапе – обследование, формализация и верификация данных. На втором этапе – это разработка концепций. На третьем этапе – это детальная проработка выбранной, единственной концепции, определенной как наиболее оптимальной для реализации этой компании. И четвертый этап – это техническое задание на разработку архитектурно-городостроительного решения. То есть это тот документ, по которому уже проектировщики, архитекторы проектируют будущий склад именно на его строительную часть. Итак, этап номер один. На этом этапе у нас происходит обследование. И на этом обследовании мы как раз и выявляем все ограничения существующего складского хозяйства, будущего складского хозяйства, товаров, техники и так далее. Это что? Это выездное обследование. То есть наша команда, состоящая как минимум из двух человек, приезжает на территорию заказчика, общается с человеком, который знает о планах развития. Иногда это отдел маркетинга, иногда это руководитель направления именно этой товарной категории, иногда это собственник. Также мы общаемся с директорами по логистике и руководителями складов для того, чтобы понимать именно по внутренним процессам, какие есть обязательные требования. Допустим, есть у заказчика одного требования 100% контроль всего входящего потока. Каждой партии товаров по качеству и каждой номенклатуры товаров при входе по количеству. Вот есть такое обязательное условие, поэтому мы обязаны это условие услышать, увидеть, зафиксировать и обязательно его спроектировать в будущей работе будущего склада. Также мы обязательно цифровые данные анализируем и очень важно их верифицировать. Для чего? Очень часто бывает, что выгружены данные к нам, вдруг также выгружаются склады, которые виртуальны и на самом деле у них товарооборот хоть и показан в документах, но физически, фактически перемещение не производится. Либо не все виртуальные склады были выбраны в качестве предоставленных данных. Так вот, мы данные эти обязательно верифицируем, стыкуемся с заказчиком, подтверждаем, что да, именно так мы и жили последние 12-36 месяцев. И потом, исходя из этих данных, мы уже можем прогнозировать будущее. Ну и визуализация данных, это графики, это фотографии, это схемы, которые мы также на первом этапе при обследовании именно текущего положения дел, именно существующей сейчас площадки под строительство, либо недавно арендованного, но еще не занятого оборудованием склада, мы как раз и обследуем. Немного об условиях, об ограничениях на первом этапе. То есть, как я и говорил, два тезиса из четырех, они все кроются именно в первом этапе. Мы проводим анализ предполагаемого участка, а именно выявляем ограничения этого земельного участка, какой геометрии, какие есть ограничения с точки зрения возможностей по высоте застройки, какие есть рядом построенные здания, где есть водовод, про газопровод и про линию электропередач я уже говорил. То есть, все эти вещи мы обязательно изучаем, и тем самым мы собираем ограничения именно этого участка. Если это не участок, а построенный склад, либо еще бывает, что в стадии уже строительства, либо в стадии проектирования архитектурного мы подключаемся к проекту. То есть, мы уже тоже эти ограничения записываем, воспринимаем, и именно в рамках этих объективных ограничений мы уже проектируем технологию складскую. Осмотр и измерение существующих помещений. Допустим, склад уже построен, либо строится, там уже заложено какое-то количество доков, там уже заложена какая-то высота склада, там уже заложена частота колонн, там уже есть какой-то периметр. Причем не просто периметр общий, а именно длина-ширина. То есть, взаимная зависимость этих двух величин, длины и ширины склада, они тоже оказывают влияние на технологию будущей работы в складе, на оборудование, на технику, которая в складе будет работать. То есть, это тоже в качестве ключевых факторов, которые будут влиять на технологию, мы тоже обязательно отражаем, записываем и узнаем. Динамика материальных потоков. Что это есть? Это есть тоже ограничения, которые накладываются бизнесом. А именно, бизнес говорит, у меня есть клиенты только оптовые, поэтому я палетами принимаю от производителей, палетами отгружаю единственному дистрибьютору. Отлично, значит, склад будет иметь одну конфигурацию, значит, склад будет иметь одну топологию, именно для палетной грузообработки. Другой бизнес говорит, нет-нет-нет, я принимаю палетами, а отгружаю палетами, коробками и штуками. У меня все категории клиентов. От физического лица, который у меня может через интернет-магазин заказать одну штучку чего-либо, до сетевого магазина, куда я вожу форум инерция. Отлично, мы это узнаем, мы это фиксируем, и мы, исходя из этих потребностей, обязательно уже формируем будущую технологию работы с товарами. Технологические условия. Есть требования к санитарии, допустим, да, фармацевтика накладывает такие требования. У фармацевтики также, как и у алкоголя, есть требования к сертификации складов. Вот эти требования мы тоже обязательно уточняем, исходя из них, на каком складе, допустим, у одного из фармацевтических компаний есть три склада. Одна категория товаров должна находиться только на этом складе, потому что именно он имеет лицензию для этой категории товаров, а другие категории товаров не требуют, нет для них таких жестких требований. Поэтому это тоже уже накладывает отпечаток, какой товар, а соответственно его объем, а соответственно его технологии обработки уже должны быть именно в этом складе, в котором получена лицензия. То есть это тоже одно из ограничений, которое накладывает отпечаток на будущую технологию и топологию склада. Ну и конечно же сами бизнес-процессы. То есть я вскользь затронул про входящий поток 100%, который должен у одного из заказчиков контролироваться. Но вообще внутренние бизнес-процессы склада, они часто очень именно исторически так сложились, но исторически не значит плохо. Исторически это значит, что у этой компании такие требования были в свое время реализованы, и в историческом контексте они получили свое отражение в существующих сейчас процессах. Так вот для того, чтобы и лишнего ничего не спланировать, для того, чтобы не забыть спланировать важные аспекты внутренних бизнес-процессов склада. Мы, конечно, изучаем эти самые бизнес-процессы внутри склада, и они тоже накладывают определенные ограничения на возможную работу. Что-то можно штабельным складывать, а что-то ни в коем случае, а что-то должно прямо штучка от штучки отдельно лежать, и так далее, и так далее. То есть вот первая этапа его работа, в принципе, вся связана именно через призму, связана вся через выявление условий, через призму ограничений. Интервьюируем заказчика на месте, то есть выявляем здесь через вопросы-ответы, а все-таки субъективные эти ограничения, или они все-таки действительно объективны, и их можно или нужно, или ни в коем случае никак не преодолеть. То есть бывает, что ограничения субъективные накладывают, ну скажем так, отпечаток на эффективность, так выражусь, будущие системы. То есть кто-то из заказчиков говорит, вот этого точно не хочу себе оборудование, но это оборудование вполне может, что для его части операции наиболее эффективно. Так вот он тем самым уже себе эффективность снижает будущее. Поэтому обязательно мы чуть немного вперед забегу на втором этапе, рассказываем, какие вообще потенциально возможные релевантные системы могут быть использованы для его товаров. И обязательно те именно, которые мы считаем наиболее эффективные, мы уже начинаем совместно с заказчиком обсуждать, снимать какие-то его опасения, показывать опыт, показывать опыт других проектов. В случае там уже, как говорится, очень глубокого субъективного отношения, негативного каким-то системам. Мы можем заказчика даже свозить на проект реализованное и посмотреть на это оборудование, чтобы он убедился, что вот есть компания, есть работающая система, и что на самом деле им услышанный опыт уже преодолен и уже работают эти системы. Также мы производим, в случае, если у заказчика нет собственного нормирования, то нормирование операций внутрисказских производим мы. не всех, не 100%, не в течение двух недель. Это происходит в течение двух дней и основных операций, именно верхнеуровневого, для того, чтобы понимать вообще существующую сейчас верхнеуровневую производительность, чтобы можно было сравнивать разработанную будущую производительность с существующей сейчас. Про цифровые данные материального потока я уже сказал. То есть мы за 12, как минимум, последних месяцев получаем данные о всем входящем потоке, исходящем потоке и объеме запасов. Потому как мы понимаем, что сейчас склады – это не просто хранилище, это инструмент по переработке больших партий в малые партии, по их консолидации. Так вот, мы оценить должны, а как входит товар, а сколько его входит, и сколько для этого нужно доков и людей. А как выходит товар, а в каком режиме он выходит, а как комплектуется, а сколько для этого нужно доков, людей, техники. То есть вот для этого нам цифровые данные необходимы. И они тоже, получается, уже не хаос, они уже выстраивают определенные графики, определенные видения, знания, понимания процессов, процессов, причем как внутри месяца, так и в рамках одного года помесячного. Ну и также мы, конечно, фиксируем существующую сейчас на складе структуру персонала, существующее количество техники и его технические характеристики. Ну и также диагностируем уровень компетенций сотрудников, именно исполнительский. То есть уже ребята с терминалами работают, уже знают, что такое терминал и как нажимать на кнопки. Или это еще ребята, работающие с бумажной технологией, или вообще с, скажем так, карандашиком на черновичке записанным, для того, чтобы понимать, какие в принципе технологии для этой компании, для этого уровня развития склада могут быть применены. То есть, опять же, чтобы релевантно предлагать технологии по грузообработке. Итак, верификация данных. Как я и говорил, это работы по уточнению, по выявлению погрешностей, каких-то закономерностей, или наоборот их отсутствия по цифровым данным. То есть мы данные превращаем в графики, эти графики состыковываем с заказчиком, и заказчик, правило, это руководитель склада и директор по логистике, они знают, в каком месяце у них есть пик продаж, в каком месяце у них пик запасов. Если вдруг в каком-то месяце мы показываем в графике, что был пик запасов, клиент говорит, нет, 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 в этом месяце у нас не должно было быть такого, у нас такого не было, а давайте уточнимся, сверяем данные, а да, оказывается, в этом месяце выгрузились лишние данные. То есть вот мы при верификации исключаем ошибку в предоставленных данных. Для чего? Для того, чтобы эта ошибка не закралась в целевые показатели. То есть мы, анализируя последние 12 месяцев, именно в графической части, выявляем оптимальный месяц, то есть тот месяц, по которому будет производиться будущее планирование, будущее проектирование. Причем не просто месяц, а внутри месяца мы также смотрим недельные разницы, отклонения в днях недели друг от друга. И также, конечно же, опускаемся вплоть до внутридневного режима работы, в какие часы наиболее пиковые поступления или отгрузки, в какие часы их меньше. Для чего? Для того, чтобы понять, на какую ориентироваться вообще картину, в каком ключе нужно разрабатывать будущую технологию. По самому низкому месяцу, с точки зрения товарооборота, нужно будет 6 человек на складе. По самому высокому месяцу товарооборота, нужно будет 20 человек на складе. Так вот, а как ориентироваться? Вот, исходя из верификации, исходя из отбросов ненужной информации, выявляем именно те характеристики, которые действительно отображают прошлую работу склада. Мы выявляем именно те оптимальные модели того месяца, той недели, которую выбираем в качестве золотой, что ли. И именно к ней уже применяем будущее изменение. Количество СКЮ плюс 20%, количество товарооборота плюс 60%, запасов минус 10%. И формируем целевую модель будущего. То есть, каким требованиям склад должен будет отвечать в будущем, через 2, через 3, через 6 лет. Так вот, эти тенденции и отклонения мы выявляем и их верифицируем. Неравномерности. Переводим все это в графическое отображение. Вот так выглядит графическое отображение верификации данных. То есть, мы когда уже отфильтровали, когда состыковались с заказчиком, когда уже убрали все погрешности, мы выводим как раз в графическую часть, уже визуализируем все последние 12 месяцев. И по этим графикам уже наглядно видно, какая категория товаров как себя ввела в течение последних 12 месяцев. Верхний график – это график запасов. Средний график, слева средний – это график отгрузок. И нижний график – это одной из товарных категорий, крупногабаритный, по-моему, это поступление. То есть, исходя из этих графиков, мы уже можем прогнозировать и выявлять тот самый оптимальный месяц. Эта визуализация хорошо помогает сориентироваться и убедиться в том, что предоставленные данные правдивые или все-таки их нужно еще дорабатывать. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы впоследствии уже определять, а какой должна быть зона поступающего товара, а сколько доков необходимо. Если это одна газель в сутки приходит, то, конечно же, одного дока достаточно. А если это приходит 60 фур, и все они должны быть приняты в течение с 8 утра до 5 вечера, то это уже требует большего количества доков. А если товар еще и в зоне приемки должен в течение 3 часов приниматься по качеству, то это уже накладывает отпечаток на площадь зоны приемки. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, все вот эти данные, все эти характеристики, они уже за собой влекут определенные требования, опять же, те же самые ограничения, возвращаясь к ним, накладываемые на технологические зоны будущего склада. Коллеги, на сегодня, в отведенное время, 11.37-37 минут, пока у меня все. Вторая часть, это этап 2, 3 и 4, будет 15 марта. Сейчас, коллеги, готов ответить на ваши вопросы, если таковые возникли в процессе моего монолога. Продолжение следует...